Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире снова программа «Бизнес-среда» передача о предпринимателях и для предпринимателей. В этом выпуске мы расскажем. В роуд-шоу фонда «Сколково» Russian Startup Tour 2014 в Чебоксарах приняли участие более 250 посетителей, предпринимателей и молодых ученых. Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев обсудил итоги 2013 года с руководителями крупных промышленных предприятий. Наша традиционная рубрика «История успеха». Бизнес-миссия в Киев. Международная электротехническая выставка «Элком Украина». Самый масштабный проект в России по поиску перспективных инновационных проектов и развитию компетенций начинающих стартап-команд, реализующих проекты в сфере высоких технологий. Роуд-шоу Russian Startup Tour 2014 благодаря инициативе Минэкономразвития Чувашии состоялся и в Чебоксарах. Инноваторы из Чувашии получили отличную возможность презентовать свои проекты экспертам из фонда «Сколково», российской венчурной компании, ассоциации инновационных регионов России и многим другим. Надеюсь, что сегодня мероприятие позволит не просто найти новые интересные идеи и перспективные проекты, а соединить между собой авторов и заказчиков новых технологий, толкнуть стартапы к новым виткам развития. Мы готовы воспринимать все новое, мы гордимся своей молодежью, предприятиями, которые доказали свою перспективность. Новые контакты, новые возможности, новые знания. Для этого в национальной библиотеке собрались молодые люди, которые хотят рассказать о своих проектах и представить их на суд экспертов, среди которых представители фонда «Сколково». Жду проектов, в которых мы можем увидеть потенциал. Если есть хорошая идея, если есть люди, остальное в принципе можно доразвить, дописать, подготовить бизнес-план и каким-то образом сделать маркетинговые исследования, решить с планом охраны интеллектуальной собственности и так далее. Таким образом, мы ждем проекты с коммерческим потенциалом. Найти перспективные инновационные решения, которые востребованы на рынке высоких технологий, помочь молодым разработчикам в реализации проектов, создать в регионах предпринимательское сообщество. Это и есть задача стартап-тура. Крестный отец этого тура, Пека Вилья Кайнен, основал свое дело, когда ему было всего 13 лет. Сегодня он входит в рейтинг самых успешных бизнесменов Европы. Когда в России родители будут советовать своим детям открыть собственный бизнес вместо работы в госкомпаниях и органах власти, тогда страна совершит прорыв в построении нового экономического будущего, считает господин Пека. Стартап-сообщество не может быть организовано местными властями. Власть может лишь помочь. Основная сила находится за молодыми и талантливыми людьми. Марк Шмулевич курирует IT-отрасль и считает, что в России она распределена очень неравномерно. Более 80% IT-компаний приходится на 5 городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и Екатеринбург. До 2020 года ситуация должна измениться. Еще 10 региональных центров могут стать IT-столицами. Большое количество молодых людей в зале уже знак того, что они хотят заниматься инновациями, подчеркнул заместитель министра. Ваш регион, безусловно, один из тех, от которых мы будем ждать прорывов. Намного большего количества молодежи, которая занимается инновациями, не только IT-технологическими вещами, технологическим предпринимательством. Особенно с учетом того, как сказал глава правительства, того, какие инициативы действительно уже реализуются. Были упомянуты и робототехника, и биотехнология. Это все очень важные вещи. Они все входят в приоритетное направление национального развития. Очень здорово, что ростки и инициативы в республике есть. Среди предложенных проектов эксперты искали хорошие идеи, которые действительно могут стать бизнесом. Мы просто находим перспективные толковые проекты, которые в ближайшее время при помощи тех институтов развития, которые задумали это мероприятие, будут доведены до ума. Было два достаточно интересных проекта. Оба связаны с IT. Один направлен на оптимизацию затрат в предприятии на оплату электроэнергии. Второй связан с проектом массового рынка. Программа автоматизированная, которая позволяет любому простому человеку верифицировать, то есть сверить те данные, которые вам дают люди, которые проектируют ваш дом. То есть технология, стоимость и все остальное. Успел созвониться с коллегами, с тем потенциальным проектом, которым это, в принципе, может быть интересно, там уже пошло какое-то бурление, которое может или кончиться, или не кончиться. Кстати, ведь это тоже один из возможных результатов сегодняшнего дня. Об итогах проведения Russian Startup Tour 2014 на еженедельном совещании главы Чувашии с правительством республики доложил министр Владимир Аврелькин. Были представители. Это организован при поддержке правительства Российской Федерации. Это фонда «Сколкова», российская венчурная компания. Суть была в том, чтобы презентовать, выявить наши лучшие проекты, наши разработки с целью последующего и их финансирования. Первая часть была пленарная. И вторая часть, там уже, где рассказывали сначала председательные участники, организаторы, это вот «Роснан», это «Сколково», о том, как нужно председать и какие проблемы могут испытывать технологичные компании. И в последующей уже презентации наших компаний, организаторам данного мероприятия. Всего приняли участие порядка 250, но изначально проходила аккредитация наших компаний, наших разработок, то есть 87 наших разработчиков зарегистрировались на сайте. Это существует утвержденный федеральный сайт со своими проектами. Из них 17 проектов были отобраны, и 17 проектов были презентованы в данном мероприятии. По итогам, значит, в 100 лучших продуктов, в 100 лучших инноваторов России вошли у нас два проекта. Это провод повышенной эффективности нано-композитном сердечниках и первый проект. И второй – это разработка методов выявления мест современного поступления углеводородных флюидов в предел нефтегазовых месторождений. То есть это первые два участника, которым будут вручены сертификаты, и на форуме «Открытые инновации», который проходит ежегодно с участием председателя правительства Российской Федерации, «Роснано» будут вручены сертификаты. И вторая часть – это три наших разработки тоже. Они вошли, претендуют на следующий статус рассмотрения. Это будет в июне, 2-3 июня. Это «Стартап-виллэдж». Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с руководителями крупных промышленных предприятий республики. Такие встречи помогают совместно выработать эффективные решения, направленные на преодоление сложившихся препятствий. Такие встречи власти и бизнеса уже стали традиционными. То, что сюда пришли промышленники, уже хорошо. Несмотря на трудный год, удалось сохранить предприятия. Главная тема этой встречи – как будет развиваться экономика Чувашии, что нужно предпринять, чтобы пойти в рост, пусть даже будучи ВТО. В условиях жесткой конкуренции продукция, производимая рядом Чувашских предприятий, оказалась, конечно, меньше востребованной, что, естественно, вызвало сокращение производства. Кроме того, на сокращение производства повлияло снижение платежеспособности покупателей. Никакой трагедии в этом я не вижу. В то же время доходная часть канцеллированного бюджета Чувашской республики выполнена с ростом на 7,4% к уровню 2019 года. При этом собственные доходы республики увеличились на 9,2%. И мы выполнили практически все свои обязательства перед жителями Чувашии, выполнили все обязательства по возврату государственного долга. Прирост в шести видах экономической деятельности. В остальных картина нерадушная. Хвосте по-прежнему производство транспортных средств, машин и оборудования. Инвестиционная активность вялая, а экономика сбавила темп. Комментирует прошлые итоги профильный министр. Так, уменьшение общего объема грузоперевозка привело к падению спроса на грузовые вагоны. В результате этого промтрафтер-вагон три раза снизил объем производства. У нас основные крупные две отрасли. Это электротехника, которая сегодня лидирует, и машиностроение. Машиностроение подразумевает транспортное машиностроение. Там, где сидят четыре крупных наших гиганта. Это вагон, это промтрафтер, это агрегатный завод, промлит, который сегодня, в период развития общей экономики, они нас вытаскивают, а в развитии стагнации являются якорями. Но это не значит, что это наше все равно предприятие, за которое мы готовы отставить и бороться. Доля промтрафтера на отечественном рынке машиностроения немного выросла. Это на фоне падения ряда конкурентов, добавляет представитель предприятия гиганта. Но китайские производители не дремлют и уже закрепляются на Дальнем Востоке, который потерян для завода. Конкурировать с китайцами в цене чебоксарские тракторостроители, увы, не могут. А мешают, говорят, чисто российские особенности. 70% продукции мы выражаем автомобильным транспортом. Потому что цены российских железных дорог, они уже настолько изменяемы, что они приводят к тому, что производители, которые сосредоточены в европейской части России, просто не могут отправить свою продукцию на Дальнем Востоке, отправить в Магадан и так далее. Она заведомо становится конкурентоспособнее по цене. Между тем, внутри компании действуют свои стратегии развития. Рынок и российская действительность заставляют перестраиваться. Промышленникам на этих встречах есть о чем поговорить друг с другом. Многие просто рассказывают, чем живут сейчас и понимают, что нужно общаться теснее. Просьбу восстановить советы директоров промышленных предприятий и, естественно, их проведение на крупных промышленных предприятиях с одновременной экскурсией, как было раньше у нас в республике. Это, я думаю, что приносило и будет приносить большую пользу в плане развития кооперации в республике, обмена опытом и стремлении к новому. Предложение вызывает одобрение в зале. Судя по всему, совету быть есть надежда, что он будет полезен промышленникам. Мы продолжаем видео знакомство с предпринимателями, которые воспользовались государственной поддержкой для развития своего бизнеса. Сегодня мы побеседуем с Николаем Ештайкиным, генеральным директором фирмы «Бизнес Телеком». Николай Ештайкин – молодой предприниматель, который уже успел попробовать себя в разных сферах предпринимательской деятельности. Внедрял программные продукты в сфере ЖКХ, продавал спецодежду, детские автокресла и даже занимался производством мягкой мебели. Здравствуйте, Николай. И расскажите, пожалуйста, как пришла идея заниматься подобным бизнесом? Так как программистовский опыт у меня за плечами есть, одной из компаний потребовалось, ну, из моей хорошей компании потребовалось просто как-то организовать однажды по всей звонке дешевую связь. Плюс они хотели офис в Москве открыть для того, чтобы принимать заказы. Я говорю директору, зачем, когда можно московский номер подключить и через него уже звонить по всей России. Он тогда не поверил, говорит, ну, давай попробуем. Вот, в итоге что получилось? После этого мы резко сэкономили их расходы. Он когда понял, что это очевидно такая вещь, которая работает, плюс ему стали на этот московский номер звонить, он говорил, зачем мне офис в Москве, я тут сидя, то есть 8800 мы потом подключили для еще большего такого легкого контакта, с клиентами, да, и все, пошло, поехало вот с этого. То есть он порекомендовал, посоветовал, рассказал, и вот как-то я заметил действительно, что у меня очень много по этому дел, и очень много людей, которые хотят. Вот с тех пор и пошло. А в чем суть вашей работы, и какие преимущества это дает предприятиям и предпринимателям? Во-первых, мы связываем филиалы, ну, есть у нас компании, которые Чебоксары, Казань, Чебоксары, Йошкар-Алла, то есть это большую часть молодые бизнесмены, которые имеют здесь, допустим, персонал, там производство. Нужно с ними очень много общаться. Мы их связываем и делаем связь для них бесплатной. Они друг другу звонят так, как будто они находятся в пределах одного здания и помещения. Плюс мы еще умеем объединять мобильные номера, то есть вообще в организации сохраняем все их существующие номера, то есть городские, мобильные, подключаем дополнительные многоканальные, и все это работает как единая структура. Вот, то есть для человека звонящего больше появляется шансов дозвониться до этой компании и с ними сотрудничать. А какой государственной поддержкой вы уже воспользовались? Дело в том, что наши клиенты просят сделать им рассрочку. Ну, то есть крупные организации, которые, ну, им так проще, скажем так, сразу крупную сумму не могут позволить потратить. И, соответственно, рассрочку эту мы предлагаем как бы за свой счет. Вопрос встает в том, где взять деньги, да? Вот. И мне вот сегодня подсказали, что есть агентство по поддержке предпринимателей, да? То есть там можно получить деньги для начинающих предпринимателей бизнеса, как у нас. То есть, да, за 8,25%. Очень вообще замечательные вещи. Мне нравится. Сейчас много говорят о социальной ответственности бизнеса. Как вы относитесь к этому? Посмотреть на те вещи, которые мы делаем, в частности, колл-центры. Мы создаем рабочие места для... Ну, очень много девушек просто на эти должности идут. По сути дела, очень много обращений к нам даже вот приходят. Мы так, как делаем колл-центры, у нас просят обзвонить какую-то базу клиентов, да? Пообщаться из других регионов. И у нас, да, есть друзья, которые действительно создали колл-центры и действительно наняли туда человек пять уже, которые работают и обслуживаются у нас. То есть мы им создали каналы для обзвона, для общения. Они как бы обслуживают организации производственные, коммерческие, которые находятся в других регионах, а сами при этом находятся здесь. То есть выполняют задачи для других регионов. И эта наденция такая, что чувашские рабочие ресурсы используются, она в последнее время такая достаточно популярная. А мы как бы, ну, помогаем. Николай, заключительный вопрос. Расскажите, пожалуйста, ваш секрет успеха и жизненные кредо. Ну да, я не считаю, что успеха я, наверное, какого-то достиг, потому что все еще впереди, я так думаю. Мы просто... Самое главное для себя, что я понял, это найти то дело, которое тебе нравится. Ты по утрам встаешь раньше будильника на пару минут, чтобы пойти и делать... Ну вот, для меня это IP, это эти вещи. Мне ужасно, очень нравится приходить и рассказывать людям, как они могут сэкономить, как они могут там улучшить свою структуру по телефонии, потому что телефония, ну вот в ее обычном варианте, как мы привыкли, не мобильная, она не развивалась уже лет тысячу, наверное, образно так говорят, да? Ну, очень давно. И вот такие вот вещи, которые мы делаем, они просто, во-первых, благодаря там каким-то нашим усилиям, я надеюсь, хотя бы чуть-чуть, они стали доступнее людям. Вот. А во-вторых, просто интересно. Действующий на базе республиканского бизнес-инкубатора Евро-Инфо-Кор-Центр приглашает представителей малого и среднего бизнеса принять участие в международной выставке «Элком Украин-2014», которая пройдет с 22 по 25 апреля в Киеве. Подробнее об условиях участия нам расскажет координатор центра Алена Павлова. В настоящее время у нас идет активная подготовка к деловой миссии на Украину. С 22 по 25 апреля в выставочном комплексе «Киев-Экспо-Плаза» состоится электротехническая выставка. Приглашаем предприятия Чувашской республики принять активное участие в данном мероприятии. Наш Евро-Инфо-Кор-Центр готов сделать на себя расходы по организации деловой программы для субъектов малого и среднего предпринимательства, также аренде выставочного стенда, подготовке рекламных материалов и обеспечении трансфера для участников. Подробную информацию вы можете получить по телефону 23-02-00. Наш выпуск подошел к концу. Всего вам доброго, до скорой встречи и удачи в делах! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok